Друзья, всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре ноутбук от компании Lenovo, модель G555. Интересная модель прежде всего тем, что у нее идет широкоформатный дисплей размером 15,6 дюймов по технологии LED. Здесь идет глянцевый дисплей, при этом отличная цветопередача, отличная подсветка и очень насыщенные цвета. Черный остается черным, красный красным, зеленый зеленым, то есть нет искорения цветов. И при работе с нашим ноутбуком максимально комфортно пользоваться офисными приложениями, играми и, конечно, просматривать фильмы. Из достоинств можно отнести хороший процессор, достаточно производительный 64-битный процессор Turion II. По своей произведенности он даже обгоняет i3 третьего поколения в тестах. Если мы посмотрим по полным характеристикам, сейчас запустим программу AIDA 624, то увидим наш процессор, 4 гигабайта оперативной памяти DDR2 и суммарная информация. Так, видим у нас по характеристикам тип процессора. Dual-core AMD Athlon 2 M320 Turion 2100, чипсет AMD M785, идет у нас 2 планки по 2 гигабайта, то есть у нас 4 гигабайта оперативной памяти DDR2. Дальше у нас встроенное видео AT Mobile Radeon HD 4200, что является очень хорошим показателем, особенно если мы будем играть. Конечно, в супер игры мы не проиграем, но для этого нам необходимый ноутбук стоимостью 20, 30, 40, 50 тысяч гривен, а в простые, не сильно требовательные, абсолютно без проблем. Что бы еще хотелось бы обратить внимание, то что ноутбук идет с полным пакетом программ, здесь стоит уже Windows 7 Pro. Вопрос бывает следующий, а можно ли будет в дальнейшем через систему автоматически обновлять приложение, то есть прокачивать сервис пакеты. Все можно, на текущий момент времени я отключил, чтобы она не мешала обзору, а на самом деле вы можете качать все сервис паки, все будет проходить автоматом, есть возможность, к примеру, настроить, чтобы вы устанавливали обновления, только которые вам необходимы. То есть сама Windows покажет, что у нас есть такие обновления, вы выбираете от них, либо отказываетесь. Также можно будет обновиться на десятку, сама система предлагает. Ну, как по мне, Windows 7 хватает с головой, наиболее такая оптимальная система, с ней наиболее комфортно работать, как с программами, так и с играми. Будут уже стоять у вас Windows, ну, Windows 7, как я сказал, будут все необходимы кодеки стоять, которые позволят вам проигрывать разнообразные видео. В том числе будут стоять программы Microsoft Office Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint и PDF. То есть вы можете работать с офисными приложениями, редактировать, создавать, печатать, в общем, все, что необходимо делать, там, не знаю, по работе, по учебе, любой удобный для вас момент. Можно будет, пожалуйста, редактировать, вот здесь работает. Особенно, хочу обратить внимание, что здесь идет очень удобный формат дисплея, то есть он широкий и большая диагональ. Если мы говорим о диагонали мелкой, 13 дюймов и меньше, там, 12, то он больше подойдет для путешественников, нежели для практического использования дома. Дома, конечно, гораздо комфортнее пользоваться большим дисплеем. Не огромными, не имеют 19-20, вообще уже не ноутбук будет, а на столе компьютера, он теряет какой-либо преимущество мобильности. А вот такая диагональ в размере 16-15 дюймов была бы наиболее идеальна, но как по мне. Ну, плюс еще, конечно, редовский дисплей, максимально комфортные углы обзора и сама цветопередача в картинке. По вашему желанию, может быть, установлен фотошоп, а также игра мир танков. То есть этот компьютер, ноутбук тянет мир танков, то есть можно поиграть в эту онлайн-игрушку. Все браузеры, все будет работать абсолютно без проблем. Есть Wi-Fi, видим максимальный уровень сигнала, хотя мы находимся фактически через две перемычки от Wi-Fi роутера. То есть, если вы будете пользоваться Wi-Fi в квартире, то абсолютно без проблем. В любой точке вашей квартиры будет ловить Wi-Fi, и вы будете пользоваться всеми доступами интернета. Идет здесь встроенная батарея, Ильинова, оригинальная. Как видим, можно доукомплектовать и радиомышкой, которая абсолютно без проблем через этот донгл вставляется в ноутбук, и мы уже работаем мышкой. То есть мышкой тоже можно доукомплектовать. Ну, в принципе, что показать и рассказать, в описании вы можете посмотреть на сайте. Под видео будет указана ссылка на сайт, в магазин, где можно приобрести ноутбук. Там есть более детальное описание, тоже рассказывается о всех кнопочках. В том числе кнопка рекавери здесь есть, да, тем отличается просто кнопка включения, кнопка рекавери, индикатор есть, да, заряда батареи. Wi-Fi, работа жесткого диска, все необходимые интерфейсы есть, Bluetooth есть, есть USB-шки здесь, 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 с двоих сторон, стереодинамики, вот они тут по бокам. Ну, в общем, все, что указано в описании, я просто не стал бы повторять, не стал рассказывать. Да, действительно, такая поверхность интересная, рифленая, то есть защищенная от повреждений. Если вы видели, когда-нибудь имели дело с глянцевым ноутбуком, то есть, ну, я имею в виду глянцевая крышка, то всегда видны царапины. Там, как бы вы им аккуратно не пользовались, будут видны царапины. Здесь же, благодаря такой вот поверхности, царапины не видны, соответственно, не видны следы использования, вы можете нормально пользоваться ноутбуком, и он не будет казаться вам каким-нибудь там старым, потертым, убитым и прочее, прочее, прочее. То есть, в плане практичности, корпус очень хорошо сделан. Видим полноразмерная QWERTY клавиатура, есть дублирующая здесь цифрами, да, по набору. Здесь необходимый функционал клавиш, в том числе FN, кнопки, да, FN знаем, что это, можем прям дополнительные функции. Видим, нарисованы какие-то кнопочки, то есть, это, ну, плене подсветкой, громкостью можно прям отсюда вырегулировать, все, что захотим, тушить экран, мультимедийный клавиши назначать и остальное. Ну, что, в принципе, основные моменты подсказал, повторюсь. Полный набор по рам, если уже будут установлены, кодеки, винда, то есть, вы просто включаете ноутбук и работаете, ничего ставить не надо, драйвера будут и на видеокарту, и на чипсет, то есть, полный набор всех драйверов уже будет стоять в ноутбуке, вы будете просто брать им и пользоваться. Очень грамотно сделал тачпадик, очень чувствительно, то есть, можно пользоваться мышкой, ну, конечно, если на коленях работаете, там просто, то удобно пользоваться тачпадом. Что еще? Есть выходы под наушники, под микрофон, вот у нас здесь картридер, то есть, кто любит пользоваться, даже заглушкой, если видим, еще фирменная, даже родная заглушка, то любит там карты памяти вставлять, то вот, пожалуйста, вставляется SD-шка и работаем с картридером. Опять же, полный функционал. Ну что, теперь запустим какую-нибудь игрушку и запустим, ну, конечно же, мир танков, посмотрим, как она идет. Закроем здесь все, но не нужно играть. Чем еще можно выделить ценой? Конечно же, ценой. То есть, мы говорим о сочетании цена-качество, то есть, мы хочем получить полноценный ноутбук, хотим, вернее, простите, полноценный ноутбук, при этом не переплачивая за жадность продавца, либо там заменить из бренда, да, понятно, что сейчас у нас у многих денег не особо много, а хочется при этом не купить какой-то мусор, то за эти деньги, я думаю, если мы говорим о такой большой диагонали, если меньше диагонали, можно и поискать. В диагонали 15-16, еще что-то были более-менее преимущества, премьер-ременные характеристики, которые позволяли бы там воплотить желаемое, да, в том числе работа с офисными приложениями, играми, то это будут наиболее оптимальные варианты. Тем более, здесь вот процессор достаточно мощный, 64 бита, память достаточно 4 гигабайта, 160 встроенный гигабайт, которых можно разбить, меня два диска, по вашему желанию, хотя можно с одним диском работать, то есть, здесь, в этом плане, все достаточно комфортно. Так, ну что, подгружается мир танков, почему показывают мир танков, потому что очень, очень, очень в подрате много вопросов от людей, которые покупают ноутбуки, «А смогу ли я, смогу ли сын там, а сможем ли мы с семьей играть в мир танков?» Не знаю, наверное, игра завоевала умы миллионов, настолько стала популярной, что вот, когда были первые партии ноутбуков у нас Dell'ы на сайте видео, Vostro B131, то первый вопрос от людей был не как там, как ноутбук, но как порос, «А можно ли мы играть в мир танков?» Так, давайте сейчас у нас, плохо же каждый раз приходится вводить пароль. С первого раза вспомнил, но бывают сложности, я уже давно в эту игру не играл, очень редко захожу, к сожалению, нет времени в нее играть, а когда-то раньше очень часто сидел, часами, бывало ночами, участвовал в баталиях, конечно, больших не достиг здесь результата в игре, был таким среднечком, не катался я в этих группировках, как мне называется, здесь кланы не состоял, так, один катался и все, один, как говорится, в поле не воин. Так, ну что, давайте еще не запустим, любой танк, что мне предлагают здесь. Давайте, что у нас тут есть. Ну, клет у нас есть, такой себе танк, премиумный, покупной. Сейчас, только покажу сам геймплей, не буду претендовать на бой очков команде, на помощь команде, пусть меня простят, да, все это я уже голубеньким подсвечиваюсь, потому что раз, когда я выезжал, один товарищ спровоцировал меня и был уничтожен, но это было не специально, это была больше провокация. Так, ну, видим, загружаемся, сейчас появимся в игре, и попробуем что-нибудь изобразить. Конечно, никто не говорит о том, что это суперигровой ноутбук, но, опять же, я повторюсь, что те характеристики, которые заявлены производителем, то, что у него все-таки установлено, это железо, но актуально на текущий момент времени, не только для офиса, но также можно еще и поиграть. Громко, чуть-чуть тише. Ну, вполне играбельно. Это, конечно, не 60, не 70 фпс, но тем не менее вполне можно играть. Так, это первые враги. Мелленный настан, конечно, тяжелый. Кто там впереди едет? А, японец. А, это что такое? А, это немец. Мы такие больше, как танк поддержки. Будем из-за спин товарищей пытаться стрелять. Потому что от нас толку немного. Вот так, больше нагадить. Поэтому, что там, где есть три стоит, там, больше можно расслабить чего-нибудь. Что-то никого здесь нет. Итак, друзья, наш обзор подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в обзоре был Lenovo G555, оригинальный ноутбук с отличным набором всех программ, полным функционалом, хорошими характеристиками и приемлемой ценой. Заказать ноутбук можно будет по контактам, указанным под видео. Также будет ссылка на сайт. Отправка в любой город Украины, наложенный платежом, оплачиваете при получении. Также можно забрать ноутбук в точках выдачи в городе Непропетровске и в городе Киеве. Перед отправкой каждый ноутбук проверяется, комплектуется, устанавливается с ним необходимое приложение. Вы получаете все под ключ, то есть включили и сразу же работаете. Хочу сказать, что ноутбук хороший. Я его тестировал буквально дня три точно. За это время получил массу удовольствия, поскольку действительно очень комфортная вещь, сделана очень качественно. Появятся вопросы, пожалуйста, обращайтесь, не стесняйтесь, звоните, пишите. Вам ответят менеджеры достаточно компетентные в этом вопросе. И каждый менеджер уже работал с этим ноутбуком, поэтому знает ответ на все интересующие вас вопросы. Пожалуйста, был рад помочь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет еще много интересного видео. А в завершение, как всегда, желаю вам и всем вашим близким здоровья. Всего доброго. Пока.